Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков Свистклод». В рамках этого эфира мы смотрим, какие торговые идеи были у специалистов Свистклод банка рано утром по Москве, что из этих идей отработано, а что нужно попробовать реализовать прямо сейчас. Давайте вместе посмотрим на эти прогнозы и одновременно посмотрим, какие идеи уже реализованы на платформе MetaTrader 5 Свистклод банка. И очень важно, кстати, что и Чемпионат мира по трейдингу проходит на этой же платформе. Так что, кто хочет участвовать в чемпионате, добро пожаловать! Мы каждый день в 12 на 0 будем с вами обсуждать все идеи на этой платформе. Это важно, потому что ценники в прогнозе и на вашем терминале должны совпадать. А все-таки в разных платформах цены бывают разными. Пусть где-то не на много по мейджорам, а где-то, особенно по кросс-курсам, побольше. Ну что, друзья, под главным экраном есть баннер, центральный, Свистклод банк обзорников. Нажимаем на него и попадаем на страничку обзора. Сегодня он называется «Доллар-франк в течение дня меняет направление вниз». В нижней части находим ссылочку «Русский» и заходим на русский текст технического обзора за 19 июня. Начинаем, как обычно, с евро-доллара. Видят евро-доллар, колени наверх, 1.12.60. Давайте посмотрим с вами, что здесь у нас есть. Сейчас буквально одну секунду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все, коллеги, давайте посмотрим вместе на евро-доллар. Мы с вами утром отмечали, что его движение вверх, на мой взгляд, было неубедительным. Пока оно сохраняется. Но я настаиваю по-прежнему, что оно неубедительно и, на мой взгляд, надо искать точку входа вниз. Я поэтому с прогнозом, с вискфота не соглашусь. Сейчас 1.12.12. Прогноз 1.12.60. Не вижу. Не вижу, вижу вниз. И мне кажется, надо искать точку входа вниз. Давайте, кстати, посмотрим, как на часовом графике это выглядит. Обратите внимание. Часовой график больше нам эту тему подтверждит. Посмотрите, 4 часа мы стоим на отметке 1.12.15. Не можем зайти выше. Да не 4, это 4 часа текущих. А до этого еще 3. 7. Седьмой час не можем пробиться наверх. Но, знаете, не забиваешь ты, забивает тебе. Тем более, по истории, если посмотреть, мы видим, что на часовом графике здесь была сильная зона поддержки. Тоже стояли 4 часа. Потом пробили. И пытаемся вернуться. И никак не возвращаемся. Мне кажется, что мы будем торговаться сегодня в направлении 1.11.92 вниз. Но для полной безопасности надо на часовом графике поставить узкий торговый диапазон и смотреть, куда вывалимся. Ситуация непредсказуема. Я, например, сейчас в евро-доллар не полез бы никуда. Далее, коллеги. Фунт-доллар. Тоже видят, коллеги, наверх. 1.24.80. И тоже я не соглашусь. Еще копировки не видел, но не соглашусь, потому что мы видели вчера пробой. Сегодня такой небольшой ретест. И сейчас покупать очень рискованно с точки зрения теханализов. Смотрите, как не верят в доллар наши коллеги швейцарские. Мне так кажется, что доллар сегодня еще попробует подоминировать. То, что с утра не дали уйти наверх. Это тревожный знак. Ну, естественно, решать будут американцы. 16.30. Они очень мощно сейчас решают. Я бы стоял вниз. Вы мне скажете, да вот в этом торговом диапазоне, который я обозначил, мы ровно посередине, и оно непонятно, куда пойдем. Да оно все это будет так. Вот такая ситуация, это будет вселетняя, понимаете. Поэтому здесь все равно придется рисковать, выбирать какое-то направление. Я бы выбрал скорее вниз, чем вверх. Но узнаем только с вами уже в понедельник утром. Доллар японская иена вниз. 106.65. Ну, не верят коллеги в американский доллар прямо никак. А он немножко даже плюсует. Да? Это редкий случай, когда прямо в одну сторону стал швейцарский брокер против доллара. Швейцарский франк, та же история, 0.94.80. Давайте посмотрим мы здесь. А здесь он плюсует опять. Но здесь вот, кстати говоря, вы знаете, он сейчас практически постучался в верхнюю границу торгового диапазона. И во второй половине дня он тоже, он может, кстати, пройти вниз. А вы знаете, вот здесь я с прогнозом свист-квода соглашусь. Посмотрите, что творится. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх вчера было. И прямо логика бросится вниз. Такое впечатление, что здесь робот котирует. Вот полное впечатление котируется роботом. Поэтому тот, кто хочет продавать доллар, можно продавать с текущих. Доллар швейцарский франк. Вот такая идея у меня сейчас. Доллар канадец вниз 1.35.55. Здесь категорически не соглашусь, потому что у меня доллар канадец купленный. И мне надо, чтобы он пошел наверх. Поэтому я не продаю, жду. Хотя направление выбрано верно. Может он быть реализованным. Поэтому я формально прогноз поддерживаю. Мы можем туда дойти, без сомнения. Но я бы, например, ждал точку входа на покупку. Но поскольку у меня уже куплено, мне и ждать ничего не надо. Куплено, и все. И стою в покупках. Далее, друзья. Доллар канадский. Астралийский доллар в доллар. 0.69. Тоже против американского доллара этот прогноз. Ну, давайте смотреть. Здесь очень принципиально. И вот здесь, давайте еще раз в циферке посмотрим. 0.69 ровно. Сейчас у нас 0.68.67. То есть вопрос вот в чем. Пройдет ли еще 33 пипса австралиец наверх? Вот австралиец может, я считаю. Посмотрите, 4 дня. Нет, давайте будем 5 дней смотреть. Вверх-вниз. Немного вверх-вниз. Сегодня идет движение наверх. Пятничная коррекция здесь ждать не надо. Здесь не такие большие расстояния, чтобы прямо люди захотели зафиксироваться. Но по техническому анализу день должен быть положительный. И поэтому постоять вниз, постоять вверх до прогноза свист-квота, до 0.69, я считаю, вполне-вполне допустимым. По технической картине этого инструмента. Коллеги, причем я хочу сказать, что отдельного, вернее, глобального тренда сегодня нет. Есть отдельные истории, которые надо торговать. Доллар турецкая вера 6.8720. Вот первый инструмент, по которому увидели коллеги движение доллара наверх. По турецкой вере. Соглашусь. Соглашусь. По нашей картинке ценник можно увидеть 6.88. Даже выше, чем 6.8720 у наших швейцарских коллег. Это может случиться и сегодня, и в понедельник. Поэтому вот этот инструмент, мне кажется, можно брать. Далее, коллеги. DAX. Сегодня мы про DAX говорили. В связи с тем, что компания Wired почти 2 миллиарда долларов, евро делись неизвестно куда. Это бардак. Он больше, так сказать, характерен для других стран. Ну вот и в Германии это случилось. 12.040, видят коллеги, на этой, видимо, волне. А DAX растет. Вот, поди разберись. Поди разберись. Видимо, мы не знаем с вами, куда делись эти почти 2 миллиарда евро. А кто-то, видимо, знает. Поэтому DAX не падает. Друзья, фонда должна расти. Поскольку денег выделено море. Триллионы долларов вертолетных денег расспросаны в США и Евросоюзе. Ну не может фонда падать в этих раскладах. Куда вы же эти деньги съедите, что ли, я не знаю. Сожжете вы их, что ли, или что. Появились деньги. Часть из них всегда приходит на фонды. DAX растет сегодня. Верю. Верю. Далее, коллеги. СНП-500. Та же история, мне кажется, должен рост быть. Ну а коллеги видят 30.17 вниз. Ну давайте смотреть, что фонда растет. СНП-500 растет, пробивает сильный уровень сопротивления 31.26, падать не собирается. Но вот здесь, кстати говоря, по этому графику я хочу сказать, что если не смогут решительно проткнуться наверх, то могут, кстати говоря, и закрыться. Потому что вот эта картинка по неделе, она сильно плюсовая. Посмотрите, с понедельника путь пройден наверх. Вот здесь, кстати говоря, в пятницу могут захотеть зафиксировать прибыль. В понедельник, я считаю, все пойдет наверх. А в пятничку есть, 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 есть что зафиксировать. Если люди снизу убрали, здесь же вот еще, видите, был шпиль такой вниз. Минус, если здесь люди взяли, тут есть что зафиксировать. Да? В целом, еще раз повторю, фонда должна расти, но вот в пятницу сегодня именно на этом инструменте вполне может быть минус. И я эту идею поддерживаю. Я бы искал точку входа в продаже во второй половине дня. Золото 17.12. Давайте смотреть, что у нас по факту. В моменте золото 17.28. Из торгового диапазона не вышли. Можем ли пройти вниз? Да можем, конечно. Абсолютно непредсказуемая ситуация. Все пять дней в узком торговом диапазоне не пускают ни вверх, ни вниз. А поскольку сейчас стучимся в верхнюю границу, то, скорее всего, отобьемся и пойдем вниз. Вот сейчас идея продажи золота очень интересна. Достигнута будет цель свист-квота или нет, не знаю. Там 16 долларов вниз, видят коллеги от текущих. Но на конец недели я бы закрылся. Вот сейчас бы продал и около полуноча закрылся бы. Переходить через выходные не стал бы это делать. Но то, что мы в рамках этого торгового диапазона движемся, дает идею продажи в моменте, потому что выше, скорее всего, не пустят. Далее, коллеги, серебро. Вниз 17-14 видят коллеги. Напомню, это прогноз швейцарского банка свист-квот. Но та же история. Пять дней в узком торговом диапазоне. Вы видите, да, что копия, по сути, движения. Вот здесь вот этот блок из пяти дней. И этот блок из пяти дней практически идентичный. Если сейчас измерить корреляцию, я вас уверяю, она будет очень высокий. 80, если не 90% схожего движения. Та же тема. Соглашусь с прогнозом свист-квота на продажу. И, наконец, ранее WTI, уже августовский контракт мы смотрим. 40-30 видят коллеги. Но здесь у них может быть еще контракт июльский. Хотя нет, я думаю, что тоже августовский. Ну, давайте посмотрим, если это сегодня один день такой непонятно. В моменте 40-19. Цель практически достигнута. Заходить смысла нет никакого. И верхний вниз. Я считаю, что прогноз отработан. Поэтому смысла по нему работать нет. Все дальнейшие идеи будут уже вашими идеями, коллеги. Это уже не прогноз свист-квот банка будет. Поскольку заходить уже поздно. И прогноз, я имею в виду, уже совсем вблизи мы целей по заявленных свист-квотам на сегодня. По нефти WTI. Поэтому прогноз считаю отработанным. Ну что, друзья, спасибо всем большое за участие в сегодняшнем эфире. Желаю всем успешной торговли и высоких прибыль. Субтитры создавал DimaTorzok